Приветствую вас, девочки и мальчики, да и вы, взрослые радиолюбители, тоже здравствуйте! Кто из вас не мечтал в детстве, а может быть даже в перезрелой юности о том, чтобы изменять свой голос, которым вы говорите, на какой-нибудь механический скрежет или просто на механический голос, как у робота? При этом делать это всё не в каком-нибудь редакторе, а прямо онлайн, как говорится, или лифт, я даже и не знаю. В общем, вы говорите в микрофон, а устройство какое-то преобразует ваш голос и модулирует так, что узнать почти невозможно. Ну, в общем, механический голос собственными руками. Сейчас мы его и сделаем. Причём здесь свечка, вы узнаете буквально через минуту, потому что без свечки эта система не работает. Смешно, улыбчиво, ну и хорошо. В общем, из чего состоит эта система и откуда вдруг взялась такая замечательная схема, которая даже название придумал демодулятор. Копирает, однако, потому что такой схемы вы точно ни в журналах радио, ни в журналах кино не найдёте. Из чего она состоит? Да я совсем недавно показывал, как на основе всего лишь двух германевых транзисторов сделал передатчик, сделал миноискатель, сделал генератор. В общем, много всякой фигни наделал. И одним из этих свойств этой фигни оказалась модуляция с помощью этого генератора, звука, издаваемого динамиком, с помощью вот такого пьезомикрофона. Микрофон может быть и другой. Зачем нужна свечка? Узнаете очень скоро. Но она нужна, без неё не обойдётся. Она даже в схеме есть. Схема генератора очень проста. И, к сожалению, многие радиолюбители, да, я убедился, что многие, вдруг почему-то решили, что данная схема очень похожа на мультивибратор. Ну, если честно, сколько меня учили, мультивибратором данная схема не является. В чём её преимущество? Да в том, что ни одного резистора у неё нет. Деталей, ну, настолько офигенский минимум. Да и к катушке требования, ну, абсолютно непрезентабельные. Генератор на вот такой основе, на одном конденсаторе одной катушки будет работать, даже если вы туда дроссель засунете, можете засунуть динамик, можете засунуть какой-нибудь наушник, дым вместо этой катушки, и всё равно будет работать. А катушечка сама делается просто, то есть я на пальцы намотал немножко медного провода, и всё, вот она, готовенькая, хорошенькая. Никаких отводов от средней точки, никаких дополнительных витков. Ключ, да, ключ, это, конечно, песня. Такому ключу могут позавидовать многие блогеры, потому что именно с помощью такого ключа делается реверс. Но это лирическое отступление. А теперь давайте посмотрим, для чего нужна свечка и как эта штука работает. Для начала мы запустим обыкновенный генератор, и у нас будет происходить генерация за счёт вот этого LC-контура, а динамик будет звучать. Хоть он находится в цепи питания и организует там обратные связи, он всё равно будет звучать, пищать и верещать. Всё это зависит от вот этой ёмкости. Мало того, эту ёмкость можно вставлять дополнительно ещё и вот сюда. Такую я и вставил. Вот она. Но эта ёмкость не простая и даже не золотая. Это ёмкость, которая звук воспринимает. Ой, жуть-то какой, да? Как хрипит-то? Конечно, если я сейчас буду модулировать вот этот вот страшный-страшный хруст и скрип, то мы, наверное, ничего не услышим. Поэтому я немножечко изменю ситуацию, и для этого, как говорил диоген, ищу человека и брал факел. Я почти тот же самый электронный диоген, взял вот эту свечку и положил её прямо. А давайте посмотрим, что произойдёт, если я положу её прямо. Мой генератор заткнулся. Ура! Ура! Я добился того, что он молчит за просто так. Ну, а чтобы это выглядело красиво, я свечку возьму и переверну. Поначалу, когда я писал сценарий к этому ролику, вру, конечно, никакого сценария я не писал, я хотел здесь свечку расположить зажжённую. Тогда бы антураж был великолепный. Блогеры это очень любят. Ну, в общем, свечка лежит, динамик не трещит, а микрофон уже готов. Давайте немножечко его пошевелим пальчиком, только не вот так вот, потому что непонятно, что стучало, а мягким-мягким пальцем. Уже слышно. Ну, а теперь я наберусь наглости и буду вот в этот микрофон, вот в этот микрофон, который расположен как раз вот в этой точке. От вот этой точечки до вот этой точечки. Короче, от плюса батарейки до соединения конденсатор и коллектор. КК соединение, точка, КК. И теперь будем говорить. Давайте камеру ближе к динамику поставлю, а сам немножечко удалюсь. Говорит и показывает динамику. Говорит и показывает динамику. Ну, то, что я сделал хриплым, потому что так более благородно звучит мой благородный голос. На самом деле, тон этого генератора может очень сильно изменяться. Я сейчас попробую, не гарантирую, что получится, но можно сделать его более пи-склявым. Ну, то есть увеличить частоту и уменьшить тон. Так, точка КК. Хватаем точку КК. Хватаем точку. Красный провод, вот так вот оголенный. И вот теперь... Ну, ничего, конечно, не разобрать, но, по крайней мере, получилось. В реальности такая схема должна работать на наушнике, и в наушниках вы бы более отчетливо услышали механический голос. Но даже в таком варианте, даже в таком варианте поиграться такой схемой сможет из вас каждый, потому что она до безумия проста. И если ею баловаться, особенно в компании друзей, изменяя некоторые параметры вот этой вот схемы и изменяя частоту, смех вам и веселье будет обеспечено. Ну, а пока, давайте я скажу пока и прощальные слова в микрофон, вот так, как я его настроил. До этого до свидания, до свидания, до встречи.